Объем тела – это физическая величина, которая показывает, сколько места занимает это тело в пространстве. Когда строители роют котлован, им надо знать, какой объем грунта придется вынуть. Когда люди хранят зерно на складе, им надо знать, какой объем зерна в него войдет. Представление об объеме проще всего получить, переливая воду из одного сосуда в другой. Сосуды сильно отличаются друг от друга по форме, но мы уверены, что если воду переливать аккуратно, ее объем не изменится, ведь вода не расширяется и не сжимается. В повседневной жизни мы измеряем объем литрами. Этот пакет молока имеет объем чуть меньше литра. Но как вводится эта единица? По определению, один литр – это объем куба со стороной в один дециметр. Поэтому литр называют также кубическим дециметром. Измерим объем банки переливанием воды. Мы видим, что объем банки равен 5 литрам. Объем цистерны измерять литрами неудобно. Здесь надо взять единицу побольше – 1 кубический метр. А для измерения объема маленького медицинского пузырька литр слишком велик. Здесь стандартной единицей является кубический сантиметр. Давайте узнаем, сколько в кубическом метре литров. Сторона одного куба в 10 раз больше, чем другого. Уложим 10 маленьких кубиков вдоль стороны большого. Теперь закроем основание большого куба 10 такими столбиками. Сейчас в основании лежит 10 у 10, то есть 100 маленьких кубиков. Теперь заполним весь куб 10 такими пластинами. И теперь внутри большого куба лежит 10 у 10 у 10 тысяча маленьких кубиков. Поэтому 1 кубический метр равен 1000 литров. И вообще, если все линейные размеры одного тела в 10 раз больше другого, то объем этого тела не в 10, а в 1000 раз больше. Теперь давайте посчитаем объем классной комнаты средних размеров. Пусть ее длина равна 5 метрам, а ширина 4 метрам. Тогда площадь пола равна 5 ю 4 20 квадратным метрам. Если высота потолка равна 3 метрам, то тогда объем комнаты равен 20 умножить на 3, получается 60 кубических метров. Если тело имеет форму ящика, его объем можно рассчитать. А для того, чтобы найти объем тела неправильной формы, можно воспользоваться мерным цилиндром. Сейчас вода залита в него до отметки 150 кубических сантиметров. Опустим воду тела, объем которого мы хотим измерить. Вода поднялась до отметки 195 кубических сантиметров. Значит, объем тела равен 45 кубическим сантиметрам. Точные формулы для расчета объемов таких тел, как цилиндр, конус и шар, содержащие число π, вы найдете в справочнике. А на практике часто оказывается удобным пользоваться приближенными формулами. Опишем вокруг конуса, шара и цилиндра прямоугольные ящики. Оказывается, что объем конуса приближенно равен 1 четверти объема ящика, объем шара 1 и 2 объема ящика, объем цилиндра 3 четвертям от объема ящика. Субтитры создавал DimaTorzok